Всем привет, с вами Денчик и Бусик Т3. Сегодня я буду менять передние сидушки, ну по крайней мере попытаюсь их поменять, потому как не знаю получится ли у меня снять те, которые там стоят, потому что там так наколхожено. Вкратце поясню для тех, кто не смотрел предыдущие выпуски. У меня передние сидения не родные и все бы ничего, но из-за того, что водительское установлено намного выше, чем штатное, очень мало места между сидением и рулем и вообще очень сильно затекают ноги, когда едешь. Поэтому я решил поставить штатные сидушки, ну пока штатные, а потом найти какие-нибудь низкие, но очень какие-нибудь удобные. Я по дешевке купил комплект оригинальных сидений, водительскую одну и пассажирскую. Вот пассажирская полуторка стоит, ждет своей участи, но ее я буду ставить во вторую очередь. А вот так вот выглядит водительское сидение, которое я буду устанавливать. Оно немножко потрепанное, вот оно, у него обшивка немножко порвана. Но я чем-нибудь застелю на первое время. И вот это шикарное кресло я буду выбрасывать. Тут два нюанса. Во-первых, очень высокая, от полозий до самой сидушки. Во-вторых, длина. То есть вот эта вот часть жмет в ногу. Ну короче, из-за большого вылета нога стоит неправильно. И, ну короче, далеко ехать не получается, ноги утомляются. Вот это все дело будем менять. Так, ну в общем-то я закончил. Сидушки поменял, поменял водительскую и поменял пассажирскую. Такой стиль а-ля бабушкин диванчик. Но в принципе сидушка в очень неплохом состоянии. Она не продавлена. Уже установил детское автокресло для багдашки. С пассажирским проблем не было. Одно снял, другое поставил. А вот с водительским пришлось немножко поизгаляться. Потому как предыдущий хозяин полозья того сиденья, которое он поставил, он приварил сверху на полозья от этого сиденья. Вот так вот выглядит сидушечка. Она немножечко порвана. Это мы со временем исправим. Здесь либо зашью, либо, ну скорее всего поменяю просто чехол. И будет все красиво. Теперь расстояние между сиденьем и рулем больше. Залазить очень удобно. Теперь опять-таки появилось расстояние между водительским и пассажирским. Теперь легко дотягиваться до ручника. Потому что раньше приходилось сюда просто протискивать руку в тонкую щелочку. Что было очень неудобно. Вот тут видны следы от болгарки. Это я срезал старые полозья, которые были приварены просто поверх новых. Вот здесь видно, вот здесь немножечко видны следы. В общем, теперь у меня есть оригинальные сидушки. Пусть они не очень новые, но зато оригинальные. Где немцы просчитывали всю геометрию. И как бы теперь будет более-менее удобно ездить. Теперь просто супер. Я проехался просто огонь. Немножечко, конечно, внешний вид у сидений из-за вот этих вот чехлов. Такой себе спорный. Но посмотрим. Либо я поменяю чехлы, либо в будущем просто найду еще какие-то сидения, которые по высоте будут невысокими, но при этом будут очень удобными. Вот нравятся мне очень сидушки от Смарта. Видел я на одном бусе такие, и мне понравилось. Хочу тоже так сделать. Но от Смарта я поставлю только тогда, когда Бодька подрастет немножечко и сможет один в своем автокресле ездить на заднем ряду, и ему там будет не скучно. А пока с ним нужно его как-то развлекать в дороге, пока будет стоять сидение впереди, и поэтому здесь пока будет полуторка стоять. И только когда Бодя подрастет и переедет на задний ряд, только после этого здесь поставятся одинарные сидушки. Ну, как-то так. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. И напишите свой комментарий. Нравятся вам такие сидения или не нравятся. Также нажмите на колокольчик, если вы до сих пор этого не сделали. Тогда вы не пропустите выхода новых видосов. С вами был Денчик, это канал Блок Сельского Жителя. Всем удачи и пока! Блок Сельского Жителя